Друзья, всем большой привет! Сегодня продолжим разговаривать о семенах. Надеюсь на то, что YouTube до сих пор работает, но этот ролик также будет задублирован на нашей странице в Яндекс.Дзен. Поэтому, если вы нас потеряли, то ищите нас на Яндекс.Дзен. Там будут все ролики YouTube и, возможно, видеохостинг мы воспользуемся этим видеохостингом, точнее, вместо YouTube, если его все-таки прикроют. Но, дай бог, этого не будет. Но сегодня мы пообщаемся и поговорим по поводу однолетних цветов, которые мы сеем сразу в грунт без рассады и получаем цветение уже на первый год. Как самые низкорослые, но обильно цветущие, так и высокорослые растения, которые можно использовать вместо живой изгороди или в качестве живой изгороди. Поехали! И первое, с чего хочется начать, это с двух, казалось бы, разных, но в то же время это практически одинаковые растения. Кларкия и Гадеция. Причем, Кларкия прелестная и Гадеция крупноцветковая. По сути, это одно и то же растение. Примерно так же, как Алисума лабулярия и так же, как, допустим, какую? Астра как называют? Калистефус. Астра и Калистефус. Ромашка и Невянник и много других названий. Это растения похожи друг на друга, но при этом генетически они немножко отличаются. Чем они хороши? Кларкию и Гадецию можно сеять семенами прямо в грунт, и она зацветет ориентировочно через полтора-два месяца после посева. Сеять ее можно по диму в том числе, то есть и весной она нормально растет при раннем весеннем посеве, примерно где-то в конце апреля, когда грунт только-только протаивает. Всходить она начнет после прогревания грунта до температуры плюс 15. Лучше, конечно, чтобы время цветения и время всходов совпало на тот период, когда уже 100% нет возвратных заморозков. Гадеция Кларкия цветет очень крупными махровыми цветками, но я бы скорее их назвала полумахровыми. Растения эти совсем невысокие, около 35 см в высоту максимум на плодородных почвах и где-то около 20-25 см на неплодородных. Чем хороша еще Гадеция Кларкия? Это растение хорошо подходит для слабокислых грунтов, которых у нас большая часть на территории России, и они подходят для выращивания на бедной неплодородной земле. Это те самые культуры, которым не нужна суперплодородная почва. Они любят как раз-таки что-то такое среднерыхленькое, среднесуглинистое, так, чтобы было слишком много питания. Подкормок они никаких не требуют. Если переборщить с азотной подкормкой, комплексами удобрения, навозом, настоями травы и прочими всеми этими танцами с бубнами, то растение просто будет образовывать кучу зелени, кучу побегов, но при этом цветения не будет. Чтобы получить пышное цветение, можно ее раз примерно в 3 недели подкармливать монофосфатом калия. Можно подкормить сульфатом калия, если стоит длительный затяжной дождливый период. Подходит как для засушливых регионов, так и для дождливых вполне. Единственная разница, что в засушливых регионах она будет цвести очень обильно, а в тех регионах, где длительно может стоять дождливый период летом, она будет более зеленая с меньшим количеством цветов. Цветет она примерно полутора-двое суток, если стоит сильно высокая жара, затем цветки сбрасывают и возвращаются новые. То есть она постоянно набирает новый цвет, новые бутоны. Очень классное растение. Сеем прямо в грунт, на глубину около 5 мм, можно чуть-чуть поглубже, если сеем рано. Если сеем поздно, в середине мая или ближе к концу мая, то практически поверхность, буквально присаливая, присыпая сверху, тонким слоем грунта. Семена у нее очень мелкие. Чем они отличаются между собой? Рембрандт или Рембрандт Гадетца, она невысокая, 35 см, подходит хорошо для балконного выращивания, может прекрасно расти в ящиках балконных глубиной около 20 см, в ширине тоже 15-20 см. Так, чтобы на один такой ящик приходилось примерно 4-5 растений, если он будет стандартной длины 40 см. Сатин Гадетца, это уже гибридная, она более устойчивая, у нее более выровненные растения. Если у Рембрандта, Рембрандта, она может быть немножко разная по высоте, и цветы могут быть немного разными по форме, по окраске, то сатин, так как является гибридом, у нее будут все цветки абсолютно одинаковые, она будет более такая мощная, сбитенькая, листья будут более прочные, более сочные, растение будет более устойчиво к дождю и ветру. Очень неплохая Гадетца, она же Кларке, высотой всего лишь 20 см, цветет пышными кустиками. Можно выращивать ее еще и в качестве горшечной культуры в кашпо, объемом около 8 литров, не менее. Подойдут для вообще самых-самых начинающих, так как не болеют и не повреждаются никакими вредителями. Следующая культура более привычная, обычная, известная, это Бархатцы. Бархатцы, причем необычные, Бархатцы Френч Дварф. Не забываем, что сеять их можно как через рассаду, так и прямым посевом в грунт. Единственная разница, что прямым посевом они зацветут чуть попозже, ориентировочно где-то к середине июля, ближе к концу июля. Если выращиваем через рассаду, то посеяв сейчас, где-то в начале апреля, то эти Бархатцы зацветут ориентировочно к концу мая, началу июня, довольно активны. Чем интересны Френч Дварфы? Это двуцветные бикалорные Бархатцы, которые изменяют свою окраску по мере цветения. Красный пигмент начинает разрушаться на прямых солнечных лучах, становится оранжевым, а потом практически лимонно-желтым. Они такие более персикового оттенка имеют. Есть такие же Бархатцы другой окраски, они называются Кубничный флирт, это огненный ковер. Совсем невысокие, высотой около 30 см, вообще они обычно бывают даже чуть меньше, около 25 примерно. Очень они качественные, простые, понятные. Единственное, есть такой момент, у этих Бархатцев лучше семена самостоятельно не собирать, так как они не будут долго, в течение нескольких лет, сохранять свои сортовые признаки. Во второй год после сбора семян они еще будут сохранять, а затем уже могут сильно расслаиваться. Все-таки они такие вот ребята капризненькие. Еще хочу обратить ваше внимание, что эти Бархатцы, они дорогие, но при этом они довольно компактные, но очень обильно растущие. И они качественные, очень-очень. Вот обратите внимание, как выглядят семена. Вот так выглядят дрожжированные, вообще они куатированные, правильно называются, семена Бархатцев. Специально подготовленные, это американские Бархатцы. Надеюсь, сейчас это можно произносить вслух. Рабочие моменты. Прикольно, да, выглядят? Такие они прям, вот такие. На Бархатцах долго останавливаться не будем, здесь все понятно, куда их применять, как выращивать. Лучше всего именно френдждварфы на самом ярком солнце размещать, тогда у них будет наиболее ярко проявляться вот эта бекалорность, изменение окраски, изменчивость окраски. Можно их выращивать еще в качестве второго яруса, нижнего у томатов, у перцев, не высокорослых перцев. В качестве нижнего яруса. Будет немножко защищать от вредителей, допустим, от той же самой белокрылки. Вот такая вот интересная культура. Такие Бархатцы использовать в качестве растения инсектицидного, обсаживая вокруг там разные грядки, это будет, по-моему, очень цинично и неправильно, так как все-таки это довольно дорогие семена, качественные, профессиональные. Из более необычных культур, хотя для многих она привычная, отмечу еще Мирабелис. У него семена крайне крупные, это пакет без семян, это макет пакета, но пустой. Но вообще у Мирабелиса семена размером с такой достаточно крупный горох, примерно с фасоль. Очень морщинистый и требует скарификации, хотя в то же время многие пишут, что и без скарификации растет он неплохо. Честно признаюсь, сама Мирабелис ни разу не выращивала, видеть видела, аромат ощущала, он реально очень сладко пахнет, такими конфетами, какими-то типа леденцовыми, клубникой со сливками, что-то такое, перемешку с чем-то немного цитрусами, но не выращивала, надо попробовать вырастить. Однолетняя также культура, вообще изначально Мирабелис как растение, как биологический вид, это многолетняя культура. Но из-за того, что он не переносит совершенно заморозки, хотя и цветет до самых поздних осенних заморозков, зимние заморозки, там минус 20, минус 30, он совершенно не переносит. В южных регионах его гипотетически можно попробовать сохранить, если зимой не бывает слишком низкой температуры, прикрыв посадки Мирабелиса лапником, прикрыв их сверху, срезав, естественно, зелень, прикрыв корневую систему, попробовать вырастить как многолетку, но не факт, что получится. Семена у него возревают в коробочках, в коробочке одно семечко, они довольно неплохо насеваются и потом растут на одном и том же месте. Семена крупные, семян в пакете, причем довольно много. Растение это чем удивительно? Это бикалорное растение, у которого так же, как у бархатцев френч двор, которые у нас были предыдущими, на одном растении бывают цветки белые, желтые, лимонные, в зеленоватый оттенок розовые, красные, пурпурные. Есть сорта с полосатыми цветками, иногда даже на бикалорных, обычных однотонных, тоже проявляются полосатости. Растение это довольно высокое, но за один год вырастает максимум до 45-50 сантиметров. На среднеплодородных грунтах, если грунт будет очень питательным, почва будет жирненькая, так называемый, может вырасти сантиметров до 70 в высоту. Куст не очень большой, довольно такой разлапистый, но при этом очень ароматный. Растение входит в серию аромата ночи, оно зацветает поздно вечером, либо в пасмурные дни, круглосуточно. В яркие солнечные дни могут быть только единично открытые цветки, так они к утру обычно закрываются, такая у него фоточистительность интересная. Но аромат при этом от него исходит великолепный, для вечерних прогулок самое то. Расположить около беседки, или около веранды, или около где-то входа в ваш дом дачный, или в ваш деревенский дом, частный дом, будет прям самое то. Сеем семенами сухими прям сразу в открытый грунт, если не уверены в том, что он зайдет, можно дополнительно воспользоваться скорификацией. То есть пошуршать, поскрести сверху это все наждачкой, можно немножко молотком постучать, так, чтобы твердая оболочка начала немножко трескаться. И замочить на сутки перед посевом, но это в принципе не обязательно, можно посеять прям так, только хорошенько пролить место посевов. Сеем, как только уйдут последние весенние заморозки, засветет он тогда ориентировочно где-то в конце июня, в июле, можно выращивать через рассаду тоже. Пока тут все кушают, обедают, благополучно. Греча с морковкой. Мы тут вот съемки снимаем, представляете, как мы коллегам мешаем, что поделать. Следующая культура, про которую бы тоже хотела рассказать, причем в контексте вот так этих двух пакетов, часто у нас спрашивают, почему мы видим семена Алтая в разных пакетах, они по-разному выглядят. Здесь хочу вам рассказать про то, что у нас есть разные серии семян и почему это, откуда это все взялось. Вот в таких вот пакетах у нас основная линейка семян цветочных культур. Они такие зелененькие снизу, сверху на них цветочки нарисованы и наш такой продолговатый длинный логотип. В этой основной линейке в основном входят недорогие сорта, недорогие культуры, дешевые, простые семена цветов, которые стоят в рознице 30-35 рублей. Некоторые могут 12 рублей вообще стоить, и семена здесь обычно россыпью, необработанные, неподготовленные, то есть обычные семена. Есть у нас серия вот такая, профессиональная. Профессиональная серия выглядит на сегодняшний день вот таким вот образом. Это белые пакеты здесь сверху с полоской. Чтобы вам было легко отличить вот эти семена необработанные, простые, от семян, которые уже подготовлены, обработаны. У них есть дрожжированная оболочка, у таких семян может быть куатация, это вот в виде, допустим, таких бархатцев, которые я вам совсем недавно показывала. Вот так называется куатация. В эту серию входят семена от мировых производителей лучших саката, панамерикан, черные и многих-многих других. В этой серии семена, которых обычно здесь не очень много, и они достаточно дорогие. Среди этих позиций, этих сортов очень много гибридных культур, гибридных сортов, гибридных цветов, которые показывают лучшие свои качества и свойства. То есть вы сразу приобретая семена вот в таких пакетах, можете быть уверены, что там лучшие семена, они дадут быструю самую схожесть, и растения при этом будут очень-очень достойными. Вот в этой серии у нас балконные культуры, которые совмещают растения, хорошо пригодные для выращивания в качестве балконного растения. Вот эти пакеты вообще прекрасно видно, что они разные. К примеру, вы приходите в садовый магазин и, ну, хотели бы, там у вас были мысли купить какое-нибудь растение, которое ночью будет приятным пахнуть или в пасмурный день. Знаете, что некоторые культуры так делают, но названия этих растений вы не знаете. Поэтому все культуры, ну не все, а многие, которые могут вечером-ночью источать приятный аромат, мы решили объединить в одну линейку, которая будет называться ароматы ночи. И сразу по внешнему виду пакета вы поймете, что, да, вот эта штука будет ночью вкусно пахнуть, значит, мне ее брать надо. А вот там еще другие культуры из ароматов ночи. У нас тут в кабинете такой оперативный уголок, на котором все свежие и старые пакеты, которые требуют изменения дизайна, находятся. И в том числе в этом году мы обновили серию вьющихся растений. Тоже прошу показать, Александр, это прям в двух словах, чтобы было видно и заметно, какие они пакеты. Мы написали максимально крупными буквами, крупным шрифтом, что это вьющееся растение. И из вьющихся, хочу обратить внимание, ваша на горошек. Это растение подходит для самых-самых начинающих, кто вообще впервые хочет вырастить что-то из вьющихся растений. Он самый простой в выращивании. Замочили на сутки перед посевом, положили в грунт и в принципе все. На глубину 1,5-2 см. У горошка семена достаточно крупные. Чем они крупнее, тем глубже глубина заделки. Глубже глубина заделки. Тавтология. Больше глубина заделки. Эти семена подходят для оформления беседок, оформления веранд, оформления разных лоджий. Кстати, их можно выращивать на балконе. В качестве тоже балконной вьющейся культуры. В качестве комнатной можно попробовать, но скорее всего солнечного света будет не хватать. Досветку организовывать для крупного вьющегося растения будет весьма проблематично. А вот в качестве уличной культуры декоративный душистый горошек, это будет отлично. Он реально душистый, пахнет очень приятно. Растение довольно мощное, вырастает до 200 см. Высаживать семена с рассадой или сеять семенами лучше на довольно небольшом расстоянии друг от друга. От растения до растения должно быть около 15-17 см. Так, чтобы создать плотную такую стену из растений. Если они будут редко посажены, там, около 50 см между растениями, тогда у нас будут такие редкие, жиденькие, не очень красивые посадки. Поэтому лучше вот так. Здесь 0,5 грамма, а в штуках здесь примерно, наверное, 7 где-то семян, 7 горошин. Это весовые семена, они тоже не очень дорогие. И еще буквально несколько слов о более специфичных растениях. Но для кого-то они уже старинные, давно известные и неинтересные. А для кого-то будут открытия. Это однолетние амаранты. Бразильский карнавал и иллюминация. Это виды трехцветного амаранта. Это не тот амарант, который в виде сорняка насеивается по участку полностью. Это декоративные амаранты. У них затяжной период созревания семян. И то есть, чтобы этот амарант рассеялся по участку, нужно сильно постараться. Вырастить его рассадой, высадить в открытый грунт, дать ему отсвести и созреть семена. Чтобы он не насеялся по участку, просто срезайте цветоносы. Его можно хорошо использовать на букеты. Он неплохо стоит в вазе. Его можно выращивать в качестве низкой живой изгороди. Они немного разные тем, что вот этот иллюминация, он достаточно высокий, около 70 сантиметров. На плодородной земле может вырастать до 95, даже 100 сантиметров. Если его часто высадить на участки, это очень быстро растущая культура, прямо при выпасеем семенами в грунт, то где-то к концу июня ваши соседи ничего на вашем участке не увидят. И это будет реальная живая изгородь. Также амарант, вот такой второй бразильский карнавал, он уже низкоросый. И вот этот больше подходит для клумбы, для выращивания условно бордюрного. Потому что высоту он будет на малоплодородных грунтах около 45 сантиметров, на плодородной земле около 55-60 максимум. При этом это довольно широкий такой кустик, в ширину достигает около 40 сантиметров. Как он широкнулся! Заходи! Заходи, дорогой, погадаю! У амаранта довольно мелкие семена, заделывать его нужно буквально на 3 миллиметра. Культура он нормально всходит прямым посевом, если хотите раннего цветения, цветением сложно назвать, потому что декоративный амаранта именно листва, то можно посеять его пораньше на рассаду, где-то в начале апреля, чтобы он вырос уже большим, здоровым и очень быстро загородил вас от соседей. Если же вы хотите прям настоящую живую изгородь, то вам потребуется немножко другая культура. А культура это привычная, старая, добрая кохия. Совсем недорогие семена, их в пачке целая куча, здесь их 0,3 грамма, это очень много по количеству. Я вот так даже прощупываю, здесь внутри маленький еще пакетик белый, внутри цветного находится, и там прям семян дофига. Сеять можно как через рассаду, так и семенами прямо в грунт. Посев проводим, как только оттает земля. Растет супер быстро, подвергается прекрасной стрижке. Можно из него выстригать прям ровные, абсолютно живые изгороди, можно выстригать разные фигуры, выстригать шарами, всем чем угодно. Его можно выращивать по типу выращивания на штамбе, то есть срезать листья и маленькие побеги веточки, которые от центрального стебля растут до определенной высоты, а сверху формировать шарик. Тогда лучше, конечно, через рассаду вырастить. А вообще прямым посевом прямо в грунт растет вполне себе удачно и успешно. В качестве компонента клумбы смотрится странновато, но в качестве замены туя это то, что надо. Вырастают до метра, на плодородном грунте и до полутора метров легко вырастает. Если хотите создать себе прям плотный, живой забор, живую изгородь, или, например, вы только высадили туи, и они будут расти еще как минимум год-два-три, а уже хочется отгородиться от соседей, например, у вас нет пока что забора стационарного плотного, или вам нужно прикрыть какие-то там, ну, не самые красивые места вашего участка, или, допустим, у вас частный дом есть там скотный двор, подворье, где там животные ходят, разные коровы, куры и так далее. У нас дома, допустим, всегда это было. И это не самый красивый участок. Отгородить и отделить можно как раз кохи. Ну, понятно, так, чтобы животные это все не поели, но тем не менее. Чтобы вырастить ее прям здоровую, высокую, широкими кустами, ее нужно подкармливать азотными удобрениями. Вот как раз это та культура, которая прекрасно растет на питательном грунте, отлично себя чувствует при подкормке настоями травы, навоза, куриного помета. Применяя любые азотные подкормки, нам и цветения кохи не надо, нам нужна зелень. А азот это зелень, поэтому это то, что нужно. Она будет до самых осенних заморозков с вами вместе, ну, единственное, в зиму, понятно, не сформирует живую изгородь, там уже нужны прям конкретные такие туи. По цвету у нее листва очень интересные, она довольно светлая и очень приятненько смотрится в компаньоне, с разными фиолетовыми и синими цветами, оттеняет, выглядит прям то, что надо. Ну и закончу, пожалуй, с самой последней культурой на участке, которая у вас будет цвести, радовать вас своим цветением, оформлять ваш участок даже под снегом. Это декоративная капуста двух видов, Осака и Нагоя. Осака, наверное, да, будет правильно, это же город, город японский. Осака. Это японская капуста декоративная от фирмы Саката. Она очень классная и крутейшая, вырастает огромными просто размером цветами такими. Осака выглядит как огромная гигантская роза. Сеять ее можно прям прямым посевом в грунт, можно через рассаду, в принципе, разницы никакой нет. Нам кочаны из нее получать не надо, поэтому мы можем не бояться того, что она будет долго развиваться. При этом при наступлении первых осенних заморозков у нее будет постоянно накапливаться пигмент. И чем холоднее будет на улице становиться, ну, понятно, до разумных пределов, там до минус 15 примерно, тем темнее и ярче будет становиться эта капуста. Ее можно высаживать в качестве такого декоративного огорода, ее можно высаживать и на клумбах, и вообще где угодно. И, в принципе, даже в качестве горшечной культуры в кашпо она тоже будет расти. Единственное, у нее очень мощный стержневой корень, и нужен будет высокий горшок высотой хотя бы сантиметров 70, но расти будет при этом. Это гибридная декоративная капуста, она устойчива только в первом поколении. То есть, если она у вас зацветет, то собирать с ней семена будет бесполезно. Хотя вообще она устойчива к цветушности, смысла в цветении декоративной капусты нет. Поэтому единственное, в очень жаркие засушливые периоды, конечно, может. Размещать ее можно в тени, это то самое место, та самая культура, которая прекрасно будет себя чувствовать в тени. Можно и на открытом солнце, но если размещаете на открытом солнце, не забывайте ее поливать. Она очень не любит пересыхание грунта, как, в принципе, любая другая капуста. Она соседствовать может чем угодно и на огороде. И вы только представьте эту картину. Если у вас есть декоративные тыквы, или, допустим, маленькие тыквы улыбка и крупнеки, буси-лебеди, кабачки, рядом с ними вот такая декоративная капуста, это просто отвал башки, очень красиво. Съедобна ли она? Да, съедобна. Единственный у нее такой есть косяк-прикол того, что декоративные капусты очень горькие на вкус. И становятся они нормальными, съедобными, пригодными для употребления в пищу только после сильных заморозков. Где-то минус 18, минус 20, и тогда она становится нормальной. На вкус ее можно действительно употреблять. Она мало чем отличается от обычной листовой съедобной капусты. Все эти семена, все наши разные серии цветочных культур можно найти в разных садовых магазинах и интернет-магазинах по всей стране, а также в Беларуси и Казахстане. Обращайте только внимание, чтобы на пакетах, не важно, как они на самом деле выглядят. У нас много разных серий, есть и старые дизайны до сих пор в продаже. Была вот такая надпись «Семена Алтая». Это будет говорить о том, что это действительно семена нашей агрофирмы. Они подобраны нами, у лучших мировых производителей, и у вас будут красивые цветы на участке. Обязательно напишите в комментариях, если из этого ролика вы узнали что-то новое о какой-то культуре, открыли для себя новинку или захотели что-то вырастить на своем участке. Если ничего нового не было, то попрошу поделиться с друзьями, для которых будет это новинкой. Спасибо вам большое, присоединяйтесь к нам в Яндекс.Дзен, также мы будем очень рады, если у нас наконец-то разблокируют ТикТок, и там будут много коротких роликов, в том числе, где мы будем сеять всю вот эту красоту. До встречи в новых видео, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok